Эй, йоу! Всем привет, братишки и сестренки! С вами, как всегда, Шуморо, и добро пожаловать на шоу по открытию кейсов Counter-Strike Global Offensive, ребята! И сегодня мы с вами будем продолжать вскрытие, и сегодня мы с вами будем делать грандиозный контракт, ребята! Не знаю, насколько он будет грандиозный, я планирую его грандиозным на самом деле. Я очень хотел бы скрафтить сегодня вместе с вами АВП-граффитик, ребята! АВП-граффитик Статтрек-вариации. Не знаю, что нам выпадет, потому что вариации три падает, да? Что будет у нас в Статтрек? Это П-2000-океанская пена, что тоже дорогой девайс. Изумрудный дракон единственное, что является недорогым в Статтрек-версии из того, что может выпасть. Но, тем не менее, хотелось бы сегодня покрафтить граффит и добивать дальше гидру, ребята. Это гидру, и я решил закупить гамма-кейс еще к тому. А почему я купил гамма-кейс? Я сегодня решил взять самый дешевый кейс в Стиме, а он стоит 12 копеек. Я решил их взять 12 штук, ребята. Ну, естественно, сам кейс, если ничего не стоит, то всегда стоит ключик, ребята, к нему, поэтому ключи я закупил. Ключи, кстати, стоят 180 с чем-то сейчас, по-моему, да? Или 160. Ну, в общем, грубо говоря, один ключ, не считая коробки, посмотреть, что из этого выпадет. Ну что, ребята, спасибо вам, как всегда, за лайки. Мы приступаем. Начнем мы с гамма-мусечки. Начнем мы с гамма-кейса для того, чтобы, ну, скажем так, раздуплить эти 12 самых-самых-самых, что ни на есть дешевых кейсов и двигаться дальше. Посмотрим, ребята, посмотрим, что у нас из этого выйдет, насколько это будет актуально или насколько это будет неактуально. Но я очень надеюсь, что пора бы уже Габену белую полосу-то включить, как мне кажется. Пора бы уже ему начать выдавать, как мне кажется. Пора бы ему уже показать, что, в принципе, можно что-то выбить у Габенчика, да, Гипчанского. Потому что можно было всегда до вот этого самого момента, как говорится, да, когда, блядь, пошла черная полоса в Стиме прям конкретная. Не знаю, с чем это связано, но, возможно, мы сегодня с вами это все раздуплим, ребята. Давайте смотреть. Давайте смотреть, и уже выпадает нам розовое сегодня. Посмотрите, я же сказал, я же сказал, раздупление будет наступать, ребята. Пошла розовая песосочка. Это хорошо, правда, розовое самое говнецо, которое можно было бы быть, выпить отсюда, но тем не менее. Розовое-то уже хорошо, розовое-то уже не синька, которая в огромном количестве вываливается, наваливается на тебя и постоянно падает. Кстати, АВП Фобос, это какой-то знак, это какой-то знак явно. АВП Фобос падает, АВП Фобос прокидывается нам, и это значит, что нихуя не значит, ребята, я не знаю, что будет дальше. Ладно, просто смотрим. Просто смотрим, что там Габен нам приготовит. Приготовит ли он вкусняшку или не приготовит. П-250, черт побери, синька пошла. Да ладно, да неужели, ты дал мне немножко фиолетового и одну розовую и все, что ли? И все же, да не может быть. Статтрек 5-7 неистовый даймю. Неистовый даймю нам выпадает. Что-то здесь, ребята, блин, совсем далеко не так. Что-то здесь совсем далеко не так, блин. Если так, он показал, что полоса вроде бы нормальная, открывай, братишка, а потом просто взял вот так вот и отъехал назад, скажем так. Очень странно, очень странно. Ладно, будем смотреть. Будем смотреть, будем думать, будем гадать, что же нам выпадет, блин, в гидраче, черт побери. Так, гамма-кейс, еще у нас есть гамма-кейс. Давайте еще один гамма-кейс вскроем. Ножи. И вот сюда. А нет, нихрена, но статтрексинька. Статтрексинька, это хорошо, пускай будет статтрексинька. Так, значит, по-моему, с гаммой мы все, да? С гаммой мы все, и что-то у меня очень много кейсов гидра. Ну ладно, посмотрим. Из гидрокейсов вы знаете, что мне нужно. Но это что-то мне, к сожалению, не прилетает. Поэтому пробуем. Пробуем, пробуем, пробуем. Надеемся и верим. Я не буду говорить вслух, ребята, то, что я хочу отсюда выбить. Потому что, когда я говорю вслух, что-то как-то все не так идет. Поэтому мы просто хотим выбить то, о чем говорить нельзя. То, чье имя нельзя произносить вслух. Точнее, название. Давайте сделаем так. Посмотрим, сработает это или нет, черт побери. Гидроча я сейчас постоянно закупаю, потому что, ну вот, есть цель, да, какая-то. Вдруг повезет. Вдруг рандом сыграет на нашу сторону. И, соответственно, откроется именно то, что должно открыться. Вдруг это так сработает, черт побери. Вдруг это так сработает, а? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Я так бы хотел открыть тебя. Но, блин, нихрена не получается пока. Пока нихрена абсолютно не срабатывает. Это очень странно. It's really strange shit, bro. Посмотрите, вообще не падает. Ну, вообще не падает то, что нужно. Ну, даже розовый еще одной не выпадает отсюда. Вот выпало бы адское пламя, например. Статтрек вариации. Было бы классно. Зато фиолочки как бы летит. Фиолочки налетает. Фиолочка. Сегодня много фиолочки. Статтрек синьки, кстати говоря. Хоть не... Ну, посмотрите. Вы посмотрите на это. Просто фиолетовая за фиолетовым. Очень странно даже как-то мы за этим наблюдать. Потому что чаще всего синька за синькой летит. А здесь фиолка за фиолкой. Это очень неплохо. Очень неплохо. Но что-то как-то до конца это все не раздупляется. Что там не хватает нам? Еще три? Да ладно. Ну, давайте сделаем. Еще три. Давайте сделаем. Еще три. Еще три ключа берем, ребята. И, соответственно, смотрим, что у нас получится. Я очень жду тебя. Я очень жду тебя. То, чье название нельзя произносить вслух. Пожалуйста, враздуплись. Вразумись. Вразумись, прошу тебя. Сделай это. Блядь. Не делается это. Абсолютно не делается. Давай. Давай, враздуплись. Вразумись. Ну же. Нихрена не пашет. Нихрена не пашет, ребята. Не раздупляется, не вразумляется. Ладно. Сейчас сделаем просто дешевенькие контрактики. Сейчас мы сделаем дешевенькое говнецо. Какое-нибудь такое вот накидали накидусечку. Так, смотрим. Смотрим. Мертвые головы. Это все понятно. Спасибо большое. Это все прекрасно. Это все у меня есть. В большом количестве этой фиолки уже нападало. Это не то, что нам надо. Так, что у нас еще здесь? И вот так вот. И вот так вот. Давайте сделаем. Ну, давайте взглянем, что здесь. SSG-08. Мертвые головы. Что же еще могло мне, блять, выпасти? Это неприятно. Давайте вкинем все то, что мы сегодня с вами, грубо говоря, получили. Жалко, конечно. Но что поделать? Что поделать? Фиолку получали так неистово, так хорошо. Но она мне не нужна, к сожалению. Это шутка. Это шутка явная. Нет, это явно шутка, ребята. Посмотрите на это. Этого не может быть. Это явно шутеечка. Ладно. Ладно, хорошо. Давайте приступим к тому, что я хотел сделать. Хотел сделать я именно вот таким вот образом, ребята. Именно вот таким вот образом. И у меня есть еще один выбор. Что припихуярить? Что может упасть нам, да? Вот это точно не пойдет. Вот это точно не пойдет. А механо-пушка и... Блин, 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 блин. М4А4, адское пламя. Хорошо. Ну, давай сделаем так, ребята. Надеемся и верим. Дорогой, интересный, красивый, хороший контракт, который, по идее, должен сделать приятное. Да? То есть, по всем логическим процедурам, скажем так. По-любому. У меня огромные шансы. Сейчас я вам покажу, что бывает, когда прокает вот сюда, например, да? Когда ты крафтишь что-то целенаправленное. Такое случается очень часто. Когда ты крафтишь драгон лор, такого не происходит. Но когда ты крафтишь вот так вот что-нибудь другое, и оставляешь меньший шанс сюда, да? Оно и выпадает, ребята. Это просто дичь какая-то. Это еще раз доказывает, что рандома нет. Это еще раз доказывает, что... Вот у меня такое часто бывало. Это еще раз доказывает, что просто все идет тебе как бы не на руку, скажем так. А это... Это неприятненько. Это неприятненько. Момент здесь такой имеется. Ну что, поехали? Давай, маленький, покажи. Выпало хоть то, что мне надо. То есть либо АВП, либо Океанская. Прямо с завода. Охуеть. Там все было после палевок. Там все было после палевок, ребята. 7 кассиков. 7 кассиков. Статтрек. Океанская. Пена. Щит по берье. Щит по берье. Это хорошо. Это очень хорошо. Но вот это вот использовать в контракте обмена будет жалко. А что за паттерн у него? Что за паттерн? Что за паттерн? Вот в этих паттернах я вообще не разбираюсь вот именно в этом. Да? То есть... Что у него с волнами, с пузырьками? Сколько этих пузырьков самых? Самих кто разбирается, ребята, напишите. Какой паттерн здесь ценится? Когда много всяких пузырьков, да? Много пены? Или наоборот, когда пены нет? Что-то я не помню. Совсем у меня вылетело из головы, каким образом его оценивают. Потому что вот у меня, если посмотреть... Так, это не то, 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 это не то. Это мы дальше, это дальше, дальше. Это... Это... Это вот. Это... Нет, это статтрек вариации. У меня еще есть не статтрек вариации. Э, а где они? А вот они, да. Ну, паттерны очень похожи. Ну, очень похожи, на самом деле. Поэтому вот такие дела. Ладно, идем на сайт, дрюкаем там, погнали. Ну что ж, друзья, сегодня мы попадаем на EliteCase.net, где будем дрючить дрючку. В принципе, в Steam меня все устроило. Крафт оказался у нас удачным. То есть, в принципе, там получилось так, что по крафту все очень и очень славненько. Это меня радует. А так как сегодня выходные, надо получить профит, ребята. Я на полторы тысячи пополнился и получил плюс 70% от суммы. Итого у меня 2844, так как 200 уже было на балансе. И, соответственно, надо это использовать, ребята. Все-таки, грубо говоря, то, что забирает гейб, надо, блядь, как-то реализовывать. Но главное, чтобы, блин, был профит. Потому что последнее время, как вы знаете, у меня везение с переменным успехом, ребята. Что там, что там, что там. Что везде вообще. У меня бывали дни, когда я вот, допустим, три выпуска записываю подряд. И мне просто, вы видели сами, все там, блядь. Гейб, там делаешь какой-нибудь грандиозный дорогой контракт. Типа Драгонлора, кстати говоря. Все в минус. Просто забирается у тебя эмочка рыцарь. Идешь на сайт, дрючишь там, в минус уходишь. Это просто полный пизде. И так по минус, 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 минус. Я сейчас так как не перезаписываю ролики, грубо говоря, чтобы они всегда были удачными. Поэтому оставляю как есть, ребята. Так, кому-то там ножи, ножецкий упал. Кто-то там на ножончик. Кто-то там на ножончик, значит, да? Ладно, открываем обычно. Быстро пооткрываем только несколько-несколько вещей, ребята. И, соответственно, будем уже смотреть, что, скажем так, будет у нас вкусненького. Вкусненького-привкусненького. Не знаю, не знаю. Даже надо было накопить его. Зачем его продавать? Надо было накопить его на этого говна еще побольше себе. У меня сложный выбор. Я сейчас, знаете, какую идею задумал? Типа накопить этого говнеца, потом его покрафтить. Розового, типа, да? Поэтому хрен его знает, ребята. Стоит ли копить вообще вот розовое говно, чтобы... Но все равно крафтится-то будет говно, если это розовое говно дешевое. Что-то какие-то хочется интересные идеи именно из говнопушек, ребята. Но пока, как вы видите, у меня, да, у меня все... Все очень по-везучему, скажем так. Очень по-везучему. У меня везучий случай просто, блядь. Везде. Посмотрите, неоновый гонщик. 125 рублей. Ну что ж такое-то, а? Что не так-то? Что происходит вообще? Где вообще? Какие вообще? Как это понять? Ну что это? Ну что за хамелеоны, блядь? Ну хоть крафт сделался, ладно. Я хоть от этого рад. То есть от этого рад... Если крафт не делается, вот тогда реально бомбит. Потому что в крафт обычно ты вкладываешь большое количество, например, дорогих каких-то пушек, да. И если он не происходит, никакой крафт, то все. Как бы это печалит тебя. Это настроение... Ну посмотрите... Ой, это хорошо. USPS темная вода. Темная вода это не ерунда. Оставить ее на крафт? Нет, давайте мы ее продадим. Давайте мы ее продадим. Давайте коллекции попробуем. Давайте что-нибудь на крафты реально. Надо больше контрактов. Надо больше контрактов, так как... В принципе, мне кажется, что повести рано или поздно в них хорошо должно. Но лучше бы этот элемент везения на какой-нибудь крафт Драгонлора упал. К сожалению, такого не происходит. Эх, каблистон, каблистон. Посмотрите, а здесь одна пушка, что ли, блядь? Ну что ж это такое-то, а? Ну что ж это такое-то, а? Ну как же так-то? Так, спокойно, спокойно, спокойно. Спокойно, спокойно, братишка. Давайте Guts and Monsters. Кейс временно недоступен. Хорошо, я тебя понимаю, что кейс временно недоступен. Недоступный, абсолютно недоступный кейс. Ай-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй, Чоп-Шоп давай. Давай Чоп-Шоп. Обычно. Давайте обычно Чоп-Шоп. Попередергиваем Чоп-Шоп. Может быть, хот-родик какой-нибудь нам выпадет. Снежная мгла! Снежная мгла, это же снежный пизнец. У меня такая есть, ребята. А вы знаете, что это очень-очень-очень редкая синька на самом деле? Это очень редкая синька. И мой снежный пизнец, я вам покажу его в инвентаре, стоил когда-то 5 или 6 тысяч рублей. Синька, ребята, синька. Кто не видел этот P250 пистолет, очень мало кто с ним бегает, ребята. Это вот такой вот абсолютно белый белоснежный пистолет, ребята. И, блин, я не знаю, мне интересно сейчас на паттерн посмотреть. Я не знаю, сколько он сейчас стоит, я знаю, что он дешевел. Скорее всего, этот не прямо с завода. Хотя, в принципе, там только прямо с завода он и ценился. Неужели он так обесценился, ребята? Это очень странно. Это очень странно и, соответственно, неприятно. О, шички, йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо. И все понятно, ребята. Все ясно, блядь. Все ясно. Остров невезения в океане есть. Остров невезения. Не, ну нормально, в принципе, нормально. Снежная мгла это очень хорошая пиндюречка. Так, здесь мы тоже идем в плюсик. В небольшой, но плюсика. В целом, в целом, как говорится, что у нас по идее? Что у нас по идее? У нас есть ГЛОК-18. И я не буду сейчас продолжать. Потому что сейчас я в плюсе. Сейчас я в плюсе. Я это заберу лучше, да? И, соответственно, получу удовольствие. Да? Я не хочу сейчас вот, скажем так, рисковать. И, кстати, статуировки дракона тоже можно будет сделать крафт. Если бы сейчас статуировка дракона не выпала, то, соответственно, все. Пиздарики, как говорится, дорогие друзья. Хуяк, пиздык, смотрите. Сейчас вам будет приходить. Это уникальный случай. Я сейчас принимаю в стиме, но так как захватывается игра, смотрите, хуяк. Пиздык, чирик, да? И появилось. Ай-яй-яй, вот это да. Так, ладно. О-о-о, 40 долларов. А, кто-то типа, типа эта пушка стоит столько денег. Прямо с завода снежная мгла. И у него паттерн лучше, чем у моего снежного пиздеца? Да ну! Да ну! Да не верю! Да не верю! Ну-ка, снежный. Снежный. Ладно, давайте вот так ведем. У меня фильтр такой есть. Да. Смотрите. Да! Да! У моего здесь больше дырочек. У моего здесь... У моего здесь больше, больше закоцанностей. Да не может быть. Ну-ка, подождите-ка. Флот 006... 0069. Флот 0069, да? Смотрим на вот этот флот. Смотрим. 0069. То же самое, что ли? Ребята, на взгляд. По-моему, по-моему, очень похоже. Да? Ну, может быть и не похоже. Хрен его знает. В любом случае, ребята, мы выбили с вами очень редкий пистолет P250. Мы выбили татуировку дракона, кстати, прямо с завода. Что-то она подешевела прямо с завода, потому что раньше она стоила нормальных денег. И... Ну, это очень странно. Это очень странно. Плюс этой пушки в том, что ты можешь поверхностные закалки крафтить с помощью нее. То есть, по сути, татуировку дракона можно использовать для того, чтобы крафтить реально те самые поверхностные закалки, которые могут прокнуть в хорошем паттерне. В любом случае, друзья, вам спасибо, как всегда, за просмотр. С вами был Шиморо. Мы увидимся уже с вами на новом видео. Спасибо вам за лайки. Предлагайте ваши вариации крафтов. Сейчас непонятно, как все работает или не работает, ребята. Поэтому надо смотреть и думать, что Габен нам будет предлагать, как нам пополнять нашу коллекцию, ребята. Это же самое тяжелое. Пополнить чем-то новым и интересным. В любом случае, спасибо вам. Увидимся на новом видео. С вами был Шиморо. Всем пока и до новых встреч. Bench.